Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хован. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы затронем очень важную тему, как правильно поливать томаты во время жары и вообще, что сделать, чтобы растения томата как можно меньше страдали от жары. Жара является одним из важных факторов, которые снижают продуктивность томата и могут свести на нет все наши усилия. Кроме того, что жара вызывает в теплицах развитие кладоспариоза, других заболеваний, она еще и способствует тому, что завязи не образуются, отваливаются, плоды делаются кислыми, плохо наливаются, сахара не накапливаются и так далее. И здесь есть несколько моментов, касающихся жары и полива. Но не только жары и полива, есть технические, технологические моменты, о которых я вам обязательно скажу чуть ближе к середине-концу ролика. Так вот, если ваша теплица страдает от жары, то в дневное, ну естественно в дневное время, в какое же еще, поливы лучше перенести на раннее утреннее время. Почему? Я вообще всегда рекомендую поливать томаты в вечернее время. Это профилактирует растрескивание плодов, а также снижает количество конденсата, что является хорошей профилактикой различных болезней и в первую очередь фитофтороза. Однако этот совет хорош тогда, когда ваши растения, ну находятся в умеренной температуре, ну 30, ну 32 градуса, это нормально в теплице. Тогда этот способ хорошо работает, вечерний полив. Если же температура у вас выше, чем 32, 35, до 40 градусов доходит, в южных регионах это часто происходит, то в этом случае поливы лучше перенести на дневное время. Второй момент, который необходимо соблюдать, это обязательно тщательно проветривать теплицу. Снимайте форточки, снимите часть поликарбоната, чтобы у вас выдувался жар из теплицы вместе с водяным паром, чтобы не заблокировать верхний насос. Кто про верхний насос первый раз слышит, поройтесь у нас в роликах, и я там где-то подробно все про это рассказываю. Третье, что хорошо очень сделать, когда жара, это обязательно нужно наносить на поверхность листьев какие-то отражающие составы. Это может быть мел, у нас есть ролик на эту тему. Это может быть гипс, это может быть диатомит, такой минерал тоже есть. Поэтому вы вполне можете пользоваться этими методами. Это хорошие методы, которые в том числе используются в промышленном производстве томата, спасение от жары и от ожогов плодов. И есть еще один важный фактор сохранения томатов от жары. Вот я в блогах читал и на Яндекс, Дзене, там воруют все отовсюду какую-то информацию. Иногда полезную, иногда чушь какая-то. Видео иногда вижу. Есть такой совет, что когда жарко и когда томатам не хватает влаги, надо обрезать листья. Потому что в этом случае будет меньше испарение влаги, и меньше будет потребление воды, и растения не будут страдать от дефицита влаги и от засухи как следствие. Так вот этот способ является крайне вредным. Запомните раз и навсегда. Чем больше листьев на растении, тем меньше они страдают от жары и от последствий жары. Связано это с тем, что листья выделяют влагу. Это то же самое, что пот. Чем больше листьев будет на растении, тем больше они будут испарять воды, тем лучше будет растение охлаждаться. Стоит вам обрезать листья, как сразу же ваши растения пережарятся, перегреются, завязи будут отваливаться, цветки будут стерилизоваться, болезни не заставят себя ждать. А кроме того, листья ведь дают еще и тень. Они еще притеняют кисти в сильную жару для того, чтобы не вызвать там сильных ожогов и не перегреть сами плоды. Поэтому, если вы живете в жаркой зоне, не в умеренной, вот как мы, а в жаркой зоне, в очень жаркой зоне, то в этом случае трижды подумайте, семь раз подумайте, а потом отрежьте листья. Если ваши растения страдают от жары, перестали завязываться, перестали от жары как следует наливаться плоды, перестаньте обрезать листья, приостановитесь в обрезке листьев, наладьте полив, наладьте проветривание и охлаждение, обработайте какими-то блестящими меловыми отражающими составами листья, и все у вас замечательно наладится. Что ж, надеюсь, что вам будут попадаться компетентные советы от людей, которые понимают в этом деле. На этом я прощаюсь с вами, до новых встреч!